МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утром 7 марта, в канун первого весеннего праздника, в Тверской областной суд зашли необычные посетители. Судебные приставы здесь каждое утро встречают людей. Но чтобы судебные приставы с цветами, такое новое здание областного суда ещё не видела. – Спасибо большое. – Спасибо, спасибо огромное. – Как вам такой визит в суд? – Прекрасно. Спасибо, очень приятно. Букет тюльпанов от судебных приставов ждал в это утро каждую посетительницу областного суда. Согласитесь, очень приятно именно так начинать день. – Просто шикарно. – Спасибо большое. – Спасибо вам с праздником. Всего самого хорошего настроения. – Спасибо большое. Очень приятно. Всем вам, уважаемые зрительницы Твери, тем, кому не достался сегодня нежный букет, слова поздравления от сильной половины Управления Федеральной службы судебных приставов. – Дорогие наши любимые женщины, в преддверии праздника хотим сказать вам спасибо. Вы умеете быть твёрдыми и решительными, но при этом остаетесь обаятельными и нежными. Ваши поддержки и понимания вдохновляют мужчин на поступки, волевые решения и платы вовремя работы. – 2024 год объявлен годом семьи. И, как известно, семья держится на ваших хрупких плечах. Вы, милые наши, делаете окружающий мир добрее и совершеннее, приносите в мир любовь и красоту. Желаем вам и вашим семьям безграничного счастья, прекрасного веселья, настроения и удачи. – Профессионализм, ответственность и исполнительность позволяют вам достигать больших высот в профессиональной и социальной сфере. Ваш творческий потенциал, талант, стремление к гармонии и стабильности, оптимизм, мудрость – залог благополучия нашей страны. Акция «Вам любимые» судебные приставы проводят уже несколько лет. Каждой женщине важно чувствовать себя любимой и хотя бы раз в году получать в подарок цветы. А сейчас важная информация, чтобы праздник весны не был омрачен. Следственный комитет предупреждает. В Тверском регионе возросло число телефонных мошенничеств с использованием номеров правоохранительных органов Следственного комитета, полиции, ФСБ. Обращаем внимание граждан. Сотрудник Следственного комитета, ФСБ, МВД не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени силовых ведомств, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета либо с целью обезопасить сбережения – это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудником Следственного комитета, ФСБ или МВД, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим. Будьте бдительны, уважаемые земляки!